Продолжается выяснение всех обстоятельств большого туристического переполоха. Свыше полутора тысяч украинцев пострадали из-за задержек и отмен авиарейсов. Люди не могли улететь на отдых или даже просто вернуться домой. География застрявших очень широкая. Испания, Тунис, Албания, Турция. Люди оставались сутками в аэропортах. Информации у них ноль. Чиновники и бизнесмены просто перекладывали вину друг на друга. А кто на самом деле должен отвечать за этот кризис? И как не допустить новые, такие же провалы? Разбиралась Елена Зорина. Людей держали, как террористы-заложников в этом аэропорту. Застрявшие за границей. Два раза пришли в регистрацию. Два раза. Минимум полторы тысячи украинских туристов в Албании, Грузии, Испании и Тунисе. Что делать дальше, мы не знаем. Дети не заселенные. В общем, информации ноль. И сотни людей, ожидающих начала своего отпуска в Украине. Вызывайте начальник аэропорта. Чего вы стоите? Подняли воздух на полчаса, 40 минут примерно так. Нас высадили, оставили на взлетной площадке. Окружили машинами, военными, полицией. Для Полины отдых должен был начаться в день нашей встречи. Она долго копила деньги. На поездку в Тунису с трудом взяла отдых. Это будет подарок на день народжения моей дочери. А вот Лиза, наоборот, рада, что путешествие наконец закончилось. Эту поездку в Албанию в Тирану мы запомним надолго. А в аэропорту мы провели около 30 часов. С мужем и трехлетним сыном часами ждали самолет и туда, и назад. В маленьком аэропорту Тираны ютились, кто на стульях, а кто и на полу. Мы не могли никуда выйти. Была беременная женщина на подходящем сроке. Были пожилые люди. Еду, воду нам дали только через 7 часов. В центре этого скандала оказались сразу несколько авиаперевозчиков и туроператоров. Что же стало причиной, почему все произошло в разгар сезона? У семьи нянек как бы дитё без глазу. То есть есть госавиаслужба в структуре министерства, есть министерство. Четких правил игры нет. Эксперты уверены, причин для чартерного коллапса было сразу несколько. Теперь гретый рынок. Слишком много рейсов, там слишком много операторов на рынке. Кто виноват больше? Туроператоры и авиаперевозчики кивают друг на друга. Заказчик не выполнил свои финансовые обязательства перед авиакомпанией. И поэтому авиакомпания была вынуждена принять решение об остановлении этих рейсов. Состояние взаимных расчётов определять в середине сезона, тогда, когда существует взаимная задолженность, это не совсем корректно. Деньги не были причиной того, что компания «Браво» не полетела по расписанию. Чтобы не сорвать сезон полностью, туроператоры экстренно начали сокращать лётные программы, искать альтернативу перевозчикам и думать о компенсациях туристам. Скорее всего, авиаперевозчики не рассчитали свои возможности в плане количества самолётов, возможности этих самолётов. Мы стараемся заранее предупредить, для того, чтобы люди не выезжали заранее в аэропорт. Если так иногороднее, то мы предоставляем трансфер бесплатный и проживание, размещение в гостинице. Не намерены сидеть сложа руки и пострадавшие путешественники. Собираем необходимые документы, чеки для того, чтобы подавать иск в суд. И хоть договоры прописаны хитро, отсудить компенсацию, говорят юристы, можно. Правда, процесс может затянуться года на полтора, но сумма порадует. Это 3% в день от суммы путёвки. Что касается морального ущерба, как показывает практика, это будет в пределах 10 тысяч гривен. Выплата компенсации может быть положена солидарно, как на туроператора, так и на авиаперевозчика. Но можно обойтись и без суда, уверяет Сергей Александров, основатель сайта «По защите прав авиапассажиров». Процесс занимает около трёх минут. Выбираем аэропорт вылета и прилёта, а также дальше выбираем данные рейса. Тогда компенсацию можно получить через три месяца, но суммы будут скромнее. То есть это 250 евро, если длина полёта была до 1500 километров. Если длина была до 3500, это 400 евро. Если длина полёта более 3500, то это 600 евро. Соответственно, нужно доказать просто факт того, что была задержка либо отмена, либо отказ посадки. Чтобы не было повторений, в правительстве заговорили о наведении порядка на рынке. Державная авиационная служба проведет полную техническую ревизию тех лета, которые используются на самопереде нерегулярных перевозок. Но эксперты говорят, то ли ещё будет в этот сезон, как и в последующие, расписание рейсов может измениться. И не раз. Парк вот таких вот самолётов, которые теоретически чаще всего используются для чартеров, составляет 8 десятков, из которых 40, 42, 43, там где-то так, это старше 20 лет. То есть у нас сейчас, если они ведут такую норму, половина парка уходит, и у нас вообще начинается ещё больше коллапс. Как же перестраховаться от подобных историй? Собирать все документы, чеки, обязательно оформлять договоры. И главное выбирать проверенные туркомпании. Досить обережно требует относиться до тех горячих путевок, чи там палающих путевок, які пропонуються на рынку. Це може бути лотерея, і може вас підштовхнути, попасть в таку катавасю, в якій зараз опинилися люди. Если уж решитесь лететь, запастись водой и терпением, а ещё правильно собранным чемоданом. Так я и думала, перевес. Меньше нарядов и купальников, больше еды. Даже если летите в жаркие страны, заплатили много денег за тур, предугадать, чем обернётся. Такой отдых сложно. По сути, от многочасовых посиделок в аэропорту не застрахован никто. Подобные ситуации повторяются из года в год. Потому вот такой запас съедобного может оказаться гораздо полезнее, чем лишняя пара туфель и тем более ласты. Уже сейчас в аэропортах вслед за чартерными туристами ждут своих самолётов и путешественники регулярных рейсов. Мамочке три месяца, годик и десять месяцев. Кому предложили билет за 700 евро из Борисполя, кому за 12 тысяч гривен. Мы ждём какого-то другого рейса. Итак, могут ли рассчитывать на компенсации те люди, которые уже пострадали? Поговорим об этом с Владимиром Амеляном, министром инфраструктуры Украины. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пришли. Доброго вечера. Начну с простого вопроса. Кто виноват, что стольким людям испортили долгожданный отпуск? На самом деле, то, что мы сделали в Министерстве инфраструктуры, после того, как вызвали наших людей из Туниса и из Албании, мы собрали всех участников рынка, туроператоров, турагентов, авиационные компании, Министерство экономики, Министерство экономических дел, которая помогла нам в этой ситуации, и попробовали научить их нормальных правил игры. То есть, когда есть, надеюсь, какие-то затримки, или технические поломки литков, что они должны выйти к людям, объяснить причину, если это на несколько часов, извините, запрещайте какие-то изъезжие напои, если это на дальнейший период готель, и обеспечить их повернение домой. Почему так сталося? Причина очень простая. С 2015 года, по этот год, за 2 года, количество чартерных перевезений взросло вдвое. Вдвое или больше пассажиров. Каждый год на 30% росте пассажиропотек. Авиакомпании момент проспали. Они думали, что они справятся своим существующим флотом, наявным. Это выяснилось недостаточно. То есть, пассажиров стало больше, а самолетов... Сейчас, фактически, такие самые. И, безусловно, что количество польотов эта техника уже не витримует. Резервных бортей нет. И, соответственно, когда что происходит с одним бортом, попадает птах, какая техническая несправность, запизнение, одночасно засовываются все рейсы. То есть, запасного у авиакомпании попросту нет? Фактически, в любой авиакомпании сейчас, вот, подчас этих пиковых навантажений не было запасных летаких. Мы видим ситуацию с компанией Браво, с компанией SkyUp, с компанией МАУ. То есть, все были в однако ситуации. Хорошо. Запасных нет. А это одна проблема. Другая проблема техническое состояние. Вот вы говорили, что старше 20 лет в Украине самолеты летать не будут. Как много самолетов старше 20 лет. И есть ли у авиакомпании деньги, чтобы купить новое в достаточно количестве? На жаль, больше половины авиационного парка Украины это летаки, которые старше 20 лет. Но тут дело не только в веке, а сколько в них на лету на годы. Это ключевые критерии ресурсов летака. Мы выходим из очень простой логики, что парк оновлювать необходимо. Фактически, над этим серьезно працуют только компании МАУ, которые этого года закупили несколько новых бортей. И компания SkyUp, которые купили сейчас трехлетние Бойнги, это очень хороший показатель для украинского рынка. Все другие используют старые ресурсы. И безумно, при таких невантажных, старые летоки выходят чаще из ладо, а не из новой. Мы закликаем до того, чтобы все компании эксплуатировали свои летоки качественно. С точки зрения безопасности, людям переживать не нужно, потому что каждый леток сертификуется как украинскими сертификантами, государственной службой и экспертами, так же и международными, и европейскими, и певно-американскими. Тут, что до технического состояния, мы уверены, что тут с летоками все окей. Что до состояния салона, безусловно, чрезвычайные вопросы. Люди послили, показали фотографии жахливых салонов, которые там полностью в рязнобой, антисанитарные условия. На это мы тоже обратим внимание компании. Но начальник – это нормальное общение туроператора, турагента и авиационной компании с клиентами. Пояснение, извинящее. Ну да, вы правы, действительно, на сегодняшний день всего общения очень не хватает. Что делать пострадавшим пассажирам? Это очень важный вопрос на сегодня. Как людям добиться компенсации потерь? Мы закликаем их готовить коллективные скарги. Если кто-то боится индивидуально, или считает, что это будет очень дорого брать адвоката, это, на самом деле, не так дорого. Я уже, как министр с стажем, уже маю больше 20 разных позовов для себя самого. Я уже понимаю, что такая позовная работа. Но для людей нормальный выход – коллективный позов. Надо судиться. Надо требовать от недоброчесных компаний, туроператоров, свои деньги назад, моральную компенсацию. Это работает. Потому что сейчас мы имеем ситуацию, что есть масса постов в Фейсбуке о бурене эмоциональных, но ни одного позову в судах. Государство может помочь клиентам турфирм, обложив штрафами, какими-то драконовскими, скажем так, чтобы неповадно было, грубо говоря, кинуть любого украинца во время его путешествия за границей. Вы знаете, у меня, когда люди застрянули в Тунисе, я побачу, что количество людей, которые застрянули, уже переваливают за тысячу. Мне нужно было их рятовать, вывозить додому. Я понимал, что у меня нет возможности заниматься, что это повноважение Министерства экономики, туроператоры, а Министерство инфраструктуры занимается только литаками, или наоборот. Министерство экономики сейчас проводит серьезную работу для того, чтобы проанализовать ситуацию на рынке. Зрозумите, что делается с турагентами, с туроператорами, какие штрафные санкции могут застосовывать. Необходимо вважать заходы по сборщению страхового фонда. И последний момент, это компенсация. Туроператор, который взрывает свои обязанности, должен компенсировать это перед турагентом, и будет на процессе клиента. Понятно. Спасибо, что нашли время. Ответили на мои вопросы. Владимир Милиан, министр инфраструктуры Украины, был гостем подробностей недели.